Субтитры создавал DimaTorzok Андрей, может Вы расскажете об истории создания этой картины? Субтитры создавал DimaTorzok Я его долго докапывал своими идеями Очень разными Он сказал, что давайте попробуем что-нибудь снять А я туда ходил, учился в Тудоровского старшего, Петра Ефимовича, который недавно почил Собственно, который, к сожалению, уже больше не с нами И Миша, который показал моего разных работ Они очень разные были, по-моему, хоррор Он сказал, что это, конечно, полный Ну, неважно Ну, вообще, это все, что он будет снимать Вот это все, что он сказал Ну, и в итоге я снимал к чужому сценарию, который я переписал Ну, то есть это была некая данность для меня, что есть такой сценарий Но я переписал всю диалоговую часть И даже, в общем, как бы, на самом деле Сюжетная линия тоже поупиралась Которая возможна Я посчитаю, что герои молчали, ничего не говорили Ну, просто в силу ясных причин Все очень боятся На самом деле Я тоже очень боюсь Мы все время В каком-то поиске этого киноязыка Извините за грубость Мы упираемся, как бы, в нашу фактуру И в те ходы, которые не срабатывают каждый раз И поэтому, по сути, мы пытаемся снять какое-то Либо совсем документальное кино То есть, да, то есть Либо мы уходим полностью вообще от Ну, в речи, больше всего О поломанных конструкциях, как бы, то есть Которые мешают воспринимать кино Потому что я смотрю фильмы наши отечественные Вот с зарубежными фильмами С переводными все проще А у нас языковая СВБ Она вся изломана Вот, и поэтому я все Ну, то есть, в этом смысле, как бы, то есть Я убираю, как бы, она От страха Мало говорят Эти герои, как бы, то есть Когда начинают говорить Это какая-то чушь получается Ну, то есть все время Они очень выразительные Без слов Ну, я, да, то есть Это как вот человека загнали, как бы, то есть То есть там у него воды нет, он же что-то отжимает Как бы, да, то есть я отжимаю все время То есть там репку нашу Я отжал То есть, ну, Не потому что я вербальность не люблю Просто Работать с ней очень трудно Все сломано, язык сломан Вы же понимаете Понимаете, вот кино Он очень напомнил Итальянский фильм Шестой и всякий Вообще Антониони Это очень долгий разговор Просто начнется Как они работали Просто у них Им было проще Вот там было все по-другому А чтобы понять Что значит язык сломан Понимаете, вот кино, оно работает Там есть кодовые структуры Такие, в том числе, как бы А у нас вообще сторона Вот, она вербально ориентирована Вот И когда ты слышишь Любую выстроенную конструкцию У тебя возникает к этому определенное отношение То есть И я просто как бы вижу, что любая Индивидуализированная конструкция Почему у меня не индивидуализированная речь в кино? Потому что дивидуализированная конструкция Отсылает к образам Которых не существует Как в нашей новой реальности И я сейчас доступен Я как-то плохо говорю, наверное Просто у нас не сложились Вот Просто Когда есть Какая-то протяженность временная Которая эти образы конструирует Как вот в американском кино Которая прекрасно конструировала эти образы На протяжении долгого времени И оно начало как бы Согласно Трифок Собственно, оно начало как бы Реальность постепенно перерабатывать в себя А у нас это ломалось Такое количество раз Как бы И когда это последний раз сломалось Мы все увидели Да, что старые режиссеры Как бы Ну все, которые были Ну как бы На самом деле Действительно очень талантливые люди Там тот же Я скажу слово Рязанов Например Они не могут работать Потому что у них старое все в голове Как бы Но оно не работает больше Вот Эта образная система Она сломана А новая система И не состоялась Вот То есть Мы можем снимать кинок То есть Ну например Ну Можем снимать Какие-то жанровые фильмы Я много видел Ну Ребят молодых Которые снимают Вот На подуме Там Американского Тарантина У нас нет Тарантина Потому что Тарантина работает со сложившейся образной системой У нас ее нет Когда начинается Эта история Она вся проваливается сразу С первого же кадра Вот Я хотел бы снимать Правда То есть Я понимаю Что они хотят Они просто немножко не понимают Вот Семантики всей Этой истории То есть У них Ну То есть Они не продумывают этого Они просто говорят Ну мы сейчас возьмем и сделаем Ну То есть мы попробуем сделать так же Но это Это Очень поверхностно Потому что они не видят того Что это все Работает на Пластах Определенных Культурных Как невозможно сейчас Красавета Которого мы все очень любим Потому что он Это история времени По сути Она такая Она очень Сконцентрированная Вот А мы сейчас работаем На другом пространстве Пространстве безвоздушном Вот И поэтому Отчасти Всех То есть Не только меня упрекает В том Что мы делаем Такое кино То есть Хлебников И все Работают Ими Сгирев И все мы Где-то Пытаемся Этой фальши избежать У кого-то Ну Ну Надеюсь Что у нас Получается Лучше всего Это делать Аккурат У которого Вот У него Как-то Вот Эти все выходы Получаются И Как раз Вот Самые Молчаливые Все Но Это Мое Молчаливые Молчаливые Что Остается Именно Потому что Они Выстроены И Убирают Слова Не знаю Постройте Заправки Американцы Все Время Все Очень Выстроено То есть У них Как раз Эти коды работают Потому что Другая Структура И Реальности И персонажей Поэтому Они Так легко Даже Плохие фильмы Все равно Легкие Потому что Это не вызывает Отторжения И Я Все равно Знаю Потому что Они через кино Экспансируют Свою реальность А мы Просто сидим В жопе Извиняюсь Потому что Мы сменили Полностью строй Мы сменили Молчаливые У меня есть ощущение Что мы все перестроили здание Мы его не построили Просто сломали У нас нету здания Мы сидим В пластиковой Оболочке Выстроенной Турками И Эта Оболочка Она не дает нам Стен Она не дает нам На что опереться Мы не можем операться За душным пространством Мы все время Операемся Эти пластиковые стены И падают В этом проблема Я именно говорю про то Что я вижу в жанровом кино Опять же Если бы я принимал Окончательно Жанр Я бы его снял Мало того Я к этому и стремлюсь До сих пор Но Это невозможно Потому что Чудовищно фальшиво Все взаимодействия И все Диалоги Прежде всего Речевая структура Между персонажами Сколько я их вижу То есть Я сам Думаю Как же так сделать Чтобы это было Но Оно не опирается Ну Во-первых На традицию Не опирается Потому что у нас нет Традиции Нашего кино Советского кино Которое умерло Вместе с системой Вместе с теми социальными кодами Которые не были Я правильно с вами говорю И нам не на чем Это строить Поэтому Теперь мы снимаем Такое полудокументальное кино Пытаясь выстроить Как иранцы Как все Люди Которые Выстраивают Более Менее талантливое кино На этом Таком Пространстве Совершенно новом Которое Которое Существует Столь недолгих Примежуток Времени Вот Не то, что вся культура По традиции Литература Отлично Вот Да Я про это и говорю Я сейчас про это и говорю У нас идеал Получается немое кино Поэтому Если было советское кино Почему не операция Уже есть на что операция Почему вы говорите Как будто А потому что Вся система взаимодействий Как бы персонажей Вся система Вот тех Кино Это эмблематика Это Всегда социальная штука Как бы Система кодов Эмблем Которые используются Как бы У кино Отчасти Его Высшее предназначение В том Что оно Отчасти еще Помимо Всех остальных Оно Оно это время Фотографирует Эти эмблемы Остаются в кино Сейчас Эмблематики нету На самом деле Новое время Оно без языка И поэтому У меня Оно и проваливается Я не знаю Будем взять То что Применимо А что Применимо Я не знаю Что Применимо Это Все что Не фальшивит Это Самые низовые структуры То есть Не фальшивит В этом языке Только Самые Самые простые Знаете Хорошо Что делать Сейчас Когда человек Читающий С листа Лучше всего Какой-нибудь Список Не фальшивит В речи Только список Перечисления Либо Какие-то Эмоциональные Окрики Все что Индивидуализирует Персонажи Оно все фальшиво Потому что персонажи Понимаете Персонажи фальшиво И речь фальшиво сразу Именно поэтому Оно у меня Так вот Я это все Ушибаю У меня два простых вопроса Можно Давайте по очереди Сейчас Радиму Потом Ступим Да Да У меня два простых вопроса Что таких банальных Первый Все-таки Пояснице Не название Вот Этот вопрос Немного раз задавали Ну А то Он висит Поэтому Он висит Я на него никогда не отвечал А второй Хорошо Есть Второй вопрос Вот Как у нас все ключи Видите Ну Комменты Да Второй вопрос Совершенно Подписывайтесь В одном Продолжение Если можно Пардон Пардон Да Это как бы Проще Богу Немножко Извините Для чего Ну а то Извините Пускай Для чего Могу сказать Чтобы не умереть Извините Чтобы не умереть Ну Необходимо То есть Если вы имеете ввиду То есть Для чего Для меня Это было необходимо Чтобы не умереть Для вас Хорошо Ума не приложу А зрители Ну то есть Зрители очень разные Понимаете Вот Вопросы В духе То есть О чем кино Знаете У меня учил педагог Финченко есть Знаете Он со временем Задает такие вопросы Он садится напротив себя Закуривает Да Да О чем кино Старик Да Да Вот мы Сейчас Сашли С мамури С Бакураду Ни о чем Все Я ответил Ну если ни о чем Значит не для кого Значит и не для кого А вот по поводу фальши Вот вам никак Не будем писать Что когда в фильме Бакурад на охоте Герой Абсолютно с одинаковой Интонацией Выражением лица Общается с любимой Женщиной С работягами на работе С ребенком То это и есть фальш То есть просто не найден Да Можно сказать Он не найден язык Но Когда вот нам демонстрируют Абсолютно Такого персонажа Например еще зомби из фильма Промеро Ранних медленных зомби О мимичных Не говоря все То это как раз фальш Это нереализм Это не символизм Это фальш Люди так скажем Ну вот попросту Люди так не делают Поскольку это поставлено В аккуратную декорацию Не символической Пенсиболистской пьесы Абсолютно реалистической Фактуры Выглядит это дикой Вашим мыцем Понятно Ну вот да Вам не кажется Вы идете по этому же пути В моем представлении Фильмы Интонациона Так и Не могу Опять же У меня не макура Зависит Странно Нет Вам нравится фильм А присутствующим Подавать не будем Слушайте Ребятки Ну давайте Давайте так То есть У нас Есть Есть Некие Свои стремления Я понимаю Что кино Которое я снимаю Оно вообще Может нравиться Двум человеку Завтрастно Я его снимал С каких-то своих побуждений Я глубоко убежден Что мне объяснять Это будет только хуже В смысле Сейчас буду Давайте полюбим Мое кино Это будет плохо Ну поймите Забакуронзе На самом деле У нас есть Некая Общая история В том смысле Что мы снимаем Некое Постдокументальное Или как его называют Кино В том смысле Что мы пытаемся Воспроизвести Реальность Хотя в этом фильме Там все-таки Я там облажался Несколько раз Но там есть То есть Там реальность Ускользает Вот То есть Я это сейчас понимаю Когда я сам сейчас смотрю Вот Ну это был Первый фильм То есть Сделал Лучше Или хуже Шламп Андрей, а в каких моментах Если не секрет А? В каких моментах Если не секрет Ну Если Там просто Есть Немножко Многозначительности В некоторых моментах Которые связаны с фактурами Не с персонажами А с фактурами За ними стоящими И эта Многозначительность Меня Честно говоря Немножко Самоопыт Да Второму фильму Который Завтра Увидите Он стал Да Да То есть Я немножко Это уничтожил Хотя Хотя Звук В этом фильме Звуковые Нюансы лучше Чем во второй фильме Далее Ну Вы говорили про фальш нашей речи Да А фальш Условно говоря Невербального поведения Вы вообще Рассматриваете или нет? И Вопрос Который к этой же фальше Присоединяется Но не Вербальный И невербальный А к фальше вообще Каков Ваш лично вклад В ее Этой фальшепреодоление? Спасибо Воду вклады Я Ну вот если вы ее кинули Не знаю Я не могу это рассмотреть В отношении Невербального поведения Там все Проще Человек Может быть То есть Каждый человек Обладает своей пластикой Он может быть естественным Или неестественным То есть То, что в актерах Я выбиваю экспрессию Ну то есть Есть режиссеры Которые не любят экспрессии в актерах То есть Брессон, Ну вот я тоже не люблю экспрессии в актерах Я из них это выбивал Но я выбивал довольно долго, кстати говоря В том смысле Что это, в общем-то, работа То есть Чтобы они не Чтобы они не создавали этой экспрессии Эмоциональной В кадре Потому что любой актер В любой сцене Будет вам пытаться дать больше Ну то есть Он будет пытаться это сделать И дать как бы И сыграть вам И пойти колесом Я не люблю, что я ходил колесом Мне это не нужно Я Ну как бы Ну как бы Я в другом кинематографическом пространстве существую То есть Вы знаете Ну что Кино бывает Несколько разное То есть В моем случае Я не шел за коммерческим кинематографом Я не пытался донести Донести Обязательно крупную вещь До зрителя Я пытался дать Просто некое ощущение Чтобы человек выходил из фильма С неким ощущением То есть Если оно у него появляется Не более того С актерами работать было сложно Правда Потому что Ну вот Макуранты кстати говоря Работать непрофессионалами Наверно То есть Ну я думаю У меня профессиональные актеры Ну как бы разница Профессиональные актеры Из них нужно выбивать эту экспрессию То есть Их нужно как бы гасить Непрофессионалы просто боятся То есть Их трудно снимать Вот собственно вся разница подхода То есть По поводу правды Моего вклада Я ничего не знаю Я пытаюсь снимать спинок То есть Не знаю Может быть Мне надо убить Вполне Допускаю То есть Какой Период Время В смысле О чем фильм Да В смысле Конкретные даты Да Нулевые годы Не могу сказать больше ничего Да Это даже кажется Что сегодня Если заехать куда-нибудь там дальше Владимира Или В сторону Мурманска Ребята Там у меня нет ни одной Ни одной Ни одной фактуры Которая бы Ну как бы сфальшивила Там нет ничего Что То есть У меня художники только чуть-чуть поправляли полотенца во стенах Это все снято в реальных декорациях Это очень Мне например Очень понравилось Я хочу вот Выразить Некоторые Подобрить меня Вот Потому что Не то чтобы Опять же Я говорю что нужно снимать только так Нет Как То есть Как возможно снимать Просто когда Это делается выгородка Такое кино невозможно в выгородке То есть Ну вот когда Ну смотри выгородка это павильон Вот Он будет Мертвым Ну то есть Он не будет такой Другие фильмы То есть Кино очень разное Знаете Такое кино невозможно снять в искусственно созданном пространстве Поэтому мы входили туда где есть Именно то что вот есть А про меня это очень мало А где это не Паш Первый раз он погибает Как бы мы знаем что он погибает Второй раз он погибает В обмен на жизнь Вот это Вот Были моменты Про обратный вопрос Про название Название абсолютно прозрачное Понятное Потому что Я не знаю почему эти вопросы вам задаются По моему Название абсолютно Абсолютно Обратное движение То есть Это ваше Вот это идея Название Мое Другое То есть И финал Да То есть Скорее спираль Потому что Как бы мы поднимаемся Немножко друг к другу А насколько сильно вас лично зацепил момент Мистический Что вот этот парень погибает Ну как Герой погибает Играет за спасение мальчиков Для вас лично это было вот Было каким-то вот Ну что ли теплом Который вас Что вас двигало Да я В общем Как бы Все что я снимаю Оно То есть Ну По крайней мере пока Ну то есть Это же не коммерческое кино То есть Я делаю это То есть И переписал это Именно потому что Для меня Такой путь был Ближе всего И мало того У меня есть какое-то Ну представление Ну О моментах Ну как бы О кинематографических моментах Ну как бы там В истории кинематограф Для меня очень важно Режиссер Вроде Миле Виле То есть Мне очень важно Путь к смеяться То есть Вот И вот Это То есть И И Этот момент Конечно Ну конечно он не был для меня Посторонним Ну то есть Естественно На самом деле Там все было именно переписано Если честно Вот Поэтому Там был другой сценарий Он был То есть Ну то есть Условно там было что-то О том же Но оно Это Это было другое И слушайте А вам это А вам Обязательно Было вот этих Пятерых Плохейшие Уминти То есть Это Ну то есть Я понимаю Рефлексии Да Так это И Хорошо На самом деле Правда в том Что Я вообще смогу рассказать Что я думал Про кусок В начале Про войну Но хорошо то Ну то Как раз Ну Не Режиссер Рассказывает Да Фильм Там Двадцать Двадцать Половины В этом В этом Смысле Главный фильм Брат Ну Брат Да Балабанов Вообще Сделал Все За всех Даже Больше Такого А Да Я просто Зрительский Расприятие У меня На какого отражения Не узнал Наоборот Интерес И Мне очень даже Попонирует Ваша попытка Такой Поиска Такого Киноязыка Но Что У меня Таким Диссонансом Такой Противоречен Получается Что Мы видим Попытку Режиссер Пытается Выразить свою Индивидуальность В то же время Когда я веду Фильм Для меня Индивидуальности Нет Такая Совокупность Рот Который Двигает Сюжет Вот Это Мне Непонятно Непонятно И Что Это Извините На самом деле По поводу Индивидуальности Нет Никакой Индивидуальности Режиссера По крайней мере В современном Кинематографе Я не говорю Про Внимание Коммерческое Говорю Движение В авторском В кино Которое Создает Некое направление Для киноязыка И так далее Нет Сейчас Авторов У меня Кино Не авторское С отсутствием Прямого Высказывания Второй Фильм Дальше Идет Здесь Я говорю Что Влажанул Местомет Нет Авторского На самом деле Прошло время Авторов Нет Умерли Авторы Сейчас Не может Человек На самом деле Когда Автор сейчас Говорит о чем-то Пытается быть индивидуальным Это все Проваливается Проваливается В бездну На самом деле Здесь Это была попытка Вторая попытка Сделать Просто Кино В котором Может быть Самое ценное Это просто То Что мы Являемся Очевидцами Некой Хроники Событий Может быть Это и есть Самое лучшее Хотя Еще раз Говорю Здесь Не должно быть Выстроенности Мира Мы Являемся Очевидцами Событий А не Демиургами Здесь Нет Автора Смотрит Вообще Где-то Очень Опосредованно И боковым Зрением Я ничего Не пытался сказать Это может Ваш идеал Вам еще Встретимся К нему Если Не Собственного Авторской Позиции А Вопрос Вашим То Что Вы делаете Это продукт Ваших То есть Вы Видны Ничем Если Это чей-то Просто На самом деле Я глубоко Обережал Что Нельзя Сейчас Сейчас Просто Нет Нет Вот Этого Места Где Автор Существует Я Какого рода Кино Почему К нему Возникает Много Вопросов И На самом деле Совершенно Закономерно Да нету Здесь Никакого Автора В данном Случае Я просто пытаюсь Фиксировать События А Просто Я пытаюсь Не лезть К людям С мировоззрения А Вы делали Раскадровки Когда Делали То есть Прямо Все это было Раскадровно Да Ну Несколько Несколько Проходили Оператор Знал Все Несколько 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 А где Вы нашли Эту актрису Она играет Дюкгинкаса В сизу А Иисус Сизм На самом деле Да Она театральный совершенно человек Но в кино Она по-моему Челекция Она снималась в каких-то эпизодах У маленьких Она была в маленьких эпизодах И даже в серебряных Она была правильна То есть Да В первом Фильме То есть Невера Она играла Вот такую вот роль Я никогда не запомнил Она очень мощная Вот Ну Пытался Ну Андрей Она очень интеллигентная Вот эта среда вся Очень достоверная И хорошая И плохая Это все А вот Героиня Несколько Выбивается В этом смысле Интеллигентная Ну вот Из всего этого Населения Лицо У нее чудное На самом деле То есть У нее на самом деле Я вот все время думаю Что Да Сама по себе актриса естественно Интеллигентная Но тут в данном случае То есть Про персонаж Который То есть Она изменялась То есть Вот Я вообще Думаю Что Может быть Это и неплохо Потому что Я долго смотрю Я дико выбирал Актрису В смысле То есть Это было ужасно Потому что Я смотрю на разных женщин Вот И в итоге Просто У Оли У нее есть Такая амбивалентность Что ли Во всем То есть Да У нее есть интеллигентность В лице В смысле То есть Сознание Но это может А И в пластике Но может Да В пластике Есть Но это Неплохо На мой взгляд Потому что Я пробовал Ну вот Более простые Типы И они Не давали Этого ощущения Они Не заводились Как бы смешно Я понимаю Что То есть Я понимаю Что Что-то есть Вроде Все очень просто И герои Это Профициальная Такая история А у нее Что-то такое Как бы Стоит За ней Вот Именно Не знаю Почему Потому что Более простые Типы Они Мощь Не давали А у нее Есть Какая-то Мощь Внутри Именно Женская Мощь Черт его знает Не знаю Я не могу Правда Я мучился Плохо С Абашином Я сразу Быстрее Получилось Хотя Он меня А Вот А вот С героиней Я мучился Адски Просто Не спал Это Очень Сложно Потому что Было Много Актрисы И Были Сильные Актрисы Которых Едут Были Известные Актрисы И Больше Разве Интеллигентность Никак Подкреплена Она Одна Тащила Сына Тащила 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 И Она Тащила Тащила встает с интеллигентностью как бы да хотя конечно я понимаю что в общем хочется простого просто мне есть больше которые с высшими образованиями на самом деле когда вы разрабатывали сценарий там да там не было женщин совсем простой она должна была быть какая-то вот очень средняя история человек который балет образовать это может работать в институте и ушел ну и потом никого лучше не было все более простые варианты они были отмечены хорошо что они не говорят очень много думала свои какие-то мысли не знаю что хорошо просто для разных видов хорошо разные разные все что угодно разная пластика кадров все все очень разные вот поэтому здесь ну хорошо наверное что можно чего-то здесь можно подумать что-то мы все там большое для каких-то вот вещей куда-то есть до который человек может да после поля больше не фильм великолепно я вообще уже не знаю я ничего не знаю